МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все отдыхают, но и работают, также строят планы на ближайшее время, тем более, что весна. Весна для многих тех, кто собирается в этом году заканчивать школу и строить какие-то свои дальнейшие планы на жизнь. Встает такой вот очень удивительный вопрос, куда же пойти учиться? И на помощь приходят очень полезные, нужные так называемые дни открытых дверей. Так вот, такая вот сегодня встреча у нас, открытая встреча, такая виртуальная. Мне кажется, виртуальный день открытых дверей сегодня у нас в Самарском университете путей сообщения. И с большим удовольствием я представляю вам наших гостей. С нами здесь проректор по учебной работе Максим Алексеевич Гаранин. Здравствуйте. Также с нами здесь ответственный секретарь приемной комиссии Алексей Михайлович Барковский. Здравствуйте. И исполняющий обязанности ведущего кафедра экономика и финансы Павел Александрович Первов. Здравствуйте. Друзья, у нас работает телефон прямого эфира 202-11-22. Звоните нам, задавайте свои вопросы. Если вы абитуриент, мама, папа, бабушка, дедушка, ну, в общем, человек неравнодушный, какие-то вопросы есть у вас, милости просим. Я думаю, наши гости с большим удовольствием на них ответят, если они будут у вас. Ну что, наверное, начнем по существу. Сам ГУПС. Очень удивительное название. Многим знакомые, многие, кто-то учился, кто-то только собирается. Хочется, наверное, позиции университета, немножко о них рассказать, что собой сегодня представляет, какое место занимает именно вот в учебной среде. Спасибо. Да, действительно, Самарский государственный университет по телесообщению на сегодняшний момент это один из крупнейших вузов Привозского федерального округа. Это вуз уникальный, поскольку он единственный в Поволжье, который объединяет интересы как высшей школы, так и железнодорожного транспорта. У нас на сегодняшний момент обучается около 25 тысяч студентов. Это достаточно серьезные показатели. Кроме того, мы реализуем образовательные программы по всем четырем уровням высшего образования. Это бакалавриат, это специалитет, это магистратура и, конечно же, это аспирантура. Наверное, если вкратце так. Мало того, что вы находитесь рядом с железнодорожным вокзалом, что, собственно, уже такое здание достаточно величественное, и многие думают, что если вдруг кто-то сейчас, друзья мои, задумался над тем, куда поступать и вообще куда отправиться, мы обязательно даже вам покажем фотографии. Если есть информация для размышления, можете записать адреса и телефоны, они появятся в течение этого эфира у вас на экранах. Ну и, собственно, если вдруг будут какие-то вопросы, напоминаю, звоните 202-11-22 родители, абитуриенты, даже студентов просим. Может быть, какие-то отзывы есть, ваши педагоги здесь сидят, может быть, какие-то вопросы и к ним будут у вас. И я думаю, что беседа наша состоится. Ну, если мы выяснили, у вас случится 25 тысяч человек. Это официальная цифра такая, а выпускников еще больше. Естественно, еще больше. С какого года функционирует ваше учебное заведение? Ну, впервые в Куйбышеве еще появился в 31-м году филиал тогда еще Московского энергомеханического института инженеров транспорта, который впоследствии в 51-м году трансформировался, в 53-м году трансформировался в филиал Всесоюзного заочного института инженеров транспорта. И лишь в 73-м году был открыт Куйбышевский институт инженеров транспорта с дневной формой обучения. Вот. Именно с этого момента принято считать историю рождения нашего университета. Традиционно каждый год 5 марта мы отмечаем свой день рождения. Буквально вот через некоторое время наш очередной день рождения, и мы очень рады этому. Вот. Безусловно, наше количество выпускников очень большое, и мы очень рады, что мы имеем возможность готовить специалистов высокого класса для железнодорожной отрасли. Поскольку железная дорога – это наш стратегический партнер, и мы полностью ассоциируем себя с этой компанией. И сейчас в наших условиях, когда очень актуальна именно уверенность в завтрашнем дне, а мы прекрасно понимаем, что железнодорожная отрасль – это одна из таких динамично развивающихся, но в то же самое время стабильных отраслей нашей экономики, я думаю, это является своего рода таким хорошим элементом, который сподвигнет будущих абитуриентов прийти в стены нашего вуза. Я тут оговорилась насчет того, что не рядом с железнодорожным вокзалом, но рядом с железнодорожным составом, или как это – паровоз, по-другому многие называют. Очень видно издалека сразу. Все знают, вот тут учатся студенты, и, собственно, красиво выглядит. Это какая-то история, вот этот экспонат очень многих интересует. Откуда вы привезли к вам? Знаете? Да, действительно, на улице Свобода. Свобода, да. Своего рода это бренд нашего университета. Это подарок башкирского отделения Куйбышевской железной дороги, нашего стратегического партнера. Был поставлен этот паровоз. Во-первых, это подчеркивает специфику нашего университета. Ну, а кроме того, как вы абсолютно правильно заметили, любой, кто проезжает по улице Свободы, он имеет возможность видеть его. И, опять же, это ассоциация с нашим университетом. Какие образовательные программы у вас в университете сейчас приняты? Стандарты какие-то, может быть, на что-то ориентируетесь? Мы реализуем образовательные программы в соответствии с государственными образовательными стандартами. Это, в первую очередь, уровень специалитет. Это уровень, который, в первую очередь, востребован на железнодорожном транспорте. Это наши топовые специальности эксплуатации железных дорог. Это система обеспечения движения поездов. Это строительство железных дорог. Это подвижной состав. Кроме того, мы также, как и все вузы, являемся участниками баллонского процесса и реализуем уровни высшего образования, такие как бакалавриат и магистратура. И вы знаете, что с недавнего времени и аспирантура тоже стала одним из уровней высшего образования. Поэтому сейчас мы реализуем подготовку не только по четырем уровням высшего образования, но также и по программам среднепрофессионального образования. Дело в том, что в университет входят девять техникумов железнодорожного транспорта. Мы представлены в десяти субъектах Российской Федерации и охватываем практически весь Приволжский федеральный округ. — Соответственно, из техникумов могут к вам пойти дальше, получать высшее образование? — Безусловно, это тоже является отличительной особенностью нашего университета. В Самаре находится Самарский техникум железнодорожного транспорта, как раз, как вы сказали, на железнодорожном вокзале. И ребятишки, окончившие его, также могут учиться и у нас. — Я думаю, у них будет такое желание, потому что все-таки высшее образование — это залог успеха. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира, звоните нам, обязательно отвечайте на ваши вопросы, будут наши гости. Ну, Коля, говорим про учебу, да, какие условия созданы все-таки для тех, кто учится у вас? У нас и фотографии есть. Павел Александрович, давайте, может, вы за этот вопрос нас будете отвечать. — Конечно, хорошо. Ну, дело в том, что университет — это целый мир, и те ребята, которые к нам приходят, они полностью в него погружаются и развиваются как с точки зрения учебной деятельности, так и с точки зрения научной, какой-то творческой деятельности. — Одна команда КВН ваша, чего стоит, нашумевшая. — Да, да. У нас и Мисс Самгупс было мероприятие. У учебные корпуса у нас расположены достаточно удобно, большие лекционные аудитории, оборудование есть, все для проведения занятий в интерактивных формах, в различных каких-то игровых формах, для того, чтобы, ну, активизировать процесс обучения и, скажем так, вывести его еще, скажем так, на большую ответственность у самих студентов, да, на новый уровень. — Ну, многие, кстати, студенты других вузов завидуют в вашей базе, такой производственно-технической. Давайте посмотрим фотографии. У нас есть фото, которое мы подготовили к эфиру. Наши гости прокомментируют данные фотографии. Я думаю, что вам, друзья, тоже будет интересно. Рассказывайте, что мы тут видим. — Здесь мы видим слет студенческих трудовых отрядов и ту команду, которая у нас побывала на строительстве олимпийских объектов в городе Сочи при подготовке объектов к Олимпиаде. — Здесь мы видим также слет студенческих трудовых отрядов, который проходил в прошлом году на базе нашего университета. То есть студенческие отряды транспортной отрасли собрались у нас в Самаре. Присутствует губернатор Николай Иванович Меркушкин, министр транспорта Соколов Максим Юрьевич, где мы демонстрируем ему наши учебные площади. Эта фотография демонстрирует, что мы также сильны в спорте, и наши спортивные команды — это тоже элемент нашей гордости. — Ну, конечно, пути сообщений должны двигаться только вперед. — Да, конечно. Это один из наших выпускников, держит в руках кубок. И он как раз в одежде бойца студенческого строя отряда. — Спортсмены. — Спортсмены наши. — Ну, слушайте, мне кажется, тут есть где развернуться. На самом деле, каждое направление интересно, каждое направление. Кто-то для себя выбирает спорт, кто-то строит отряды. — Безусловно, ребята, которые обучаются, у нас имеют возможность пройти практику на реальных предприятиях. И это как раз тоже один из важных элементов нашей работы. — То есть сотрудничаете, да? — Конечно, обеспечить ребятам во время обучения возможность показать себя на реально действующих предприятиях. Это позволяет им не только ознакомиться с местом своей будущей работы, но и получить заработную плату за результат своей деятельности, что тоже очень приятно молодому человеку. — Конечно, молодые специалисты должны иметь опыт. Без опыта работы сейчас очень сложно. Это универсиады. — Да, это наши волонтеры в Казани. — А вот, пожалуйста, это практика. — А это как раз практика наших студентов на учебном полигоне на улице Литвинова. — То есть у вас есть учебный полигон? — У нас есть учебный полигон. — Там целый вокзал, наверное, где они построят. — И на базе полигона присутствует также музей железнодорожного транспорта, который все жители Самары, да и гости Самары могут посетить и ознакомиться с экспонатами, которые там имеются. И вот, если позволите, я дополню, что у нас на сайте есть так называемый 3D-тур как раз по базе Литвинова, по музею железнодорожного транспорта. Там можно посмотреть станцию Дашкова, локомотивы, которые там представлены. Можно виртуально прогуляться. — Вдруг кто-то, да, откроет себе тягу к этой отрасли? — Безусловно. — Не обязательно мальчики. Я так говорю, и девочки у вас там предостаточно. — Да, у нас есть, безусловно, специальности, которые преимущественно состоят из юношей, но, тем не менее, есть и серьезный экономический блок специальностей, информационный блок специальностей, на которых тоже девушки могут себя проявить. — Ну, я думаю, что, конечно, мы сейчас досмотрим фотографии, которые как раз-таки покажут вам и музей в том числе, и будем переходить уже непосредственно к полезной информации об условиях поступления. Я думаю, что как раз-таки нам Алексей Михайлович немножко потом об этом расскажет. Вот просто прекрасные пейзажи. Так вот выйти даже, посмотреть душой, отдохнуть. — Да, это фотографии, они сделаны в период либо выходных дней, но в обычный и повседневный день эти фотографии наполнены ребятишками, которые обучаются у нас, обучающимися. И вот здесь, да, присутствуют элементы фотографии с нашими обучающимися. И должен отметить, что мы гордимся нашими обучающимися, нашими выпускниками, потому что многие из них сейчас занимают руководящие посты не только в транспортной отрасли, но и в промышленности. — А возвращаются ли, может быть, кто-то преподавать к вам? Такое бывает? — Я думаю, самым лучшим показателем, свидетельствующим о качестве образования нашего университета, являемся, наверное, мы сами, поскольку все мы втроем являемся выпускниками нашего университета. — А это был мой следующий вопрос. То есть вот, пожалуйста, не только учится, не только трудится, но еще и отдыхает душой и телом для пользы, чтобы, как говорится, было хорошее настроение. — Да, на базе университета есть мощный спортивный комплекс. — Куда для студентов? — Конечно, где ребята могут проявить свои, в том числе, и спортивные таланты, и не только таланты в учебе. — Алексей Михайлович, ну рассказывайте нам, какие условия поступления. Давайте, друзья, записывайте, может быть, какую-то полезную информацию для вас сейчас мы расскажем. Каковы условия поступления? — Условия поступления, они, в принципе, мало отличаются от других вузов, потому что мы работаем в едином правовом поле. На сегодняшний день вся необходимая информация для абитуриентов размещена на официальном сайте университета. Там опубликованы и наши правила приема. Ну, основные положения этих правил можно выразить следующим. Поскольку мы вуз технический, с присутствием небольшого гуманитарного блока, то вступительные испытания в наш вуз предусмотрены по техническим специальностям русской математики и физика, по экономическим направлениям русской математики и общества знания. Необходимые документы, которые необходимо подавать при поступлении, это аттестат или диплом, копия паспорта, документ удостоверяющий личность и для тех, кто поступает по нашим внутренним экзаменам, две фотографии, три на четыре. — То есть, в принципе, требования такие стандартные. — Стандартные, стандартные. — Традиционные, я думаю, кто уже озабочен темой поступления, уже, мне кажется, изучили это вдоль и поперек. Многих волнует такой вопрос, я не знаю, испытаний каких-то или каких-то, не знаю, специальных требований есть у вас? — Нет, никаких дополнительных вступительных испытаний мы не проводим. К нам поступают только по результатам единого государственного экзамена. Отдельная небольшая категория граждан могут поступать по нашим внутренним экзаменам, но каких-то отдельных дополнительных вступительных испытаний не предусмотрено. Единственной особенностью приема можно назвать это прохождение обязательного медицинского осмота по ряду специальностей. Это железнодорожные специальности, там, где присутствуют особые требования к состоянию здоровья. Это железнодорожные специальности. И одно направление — это электроэнергетика, электротехника. — Тоже справки нужны? — Да, обязательно. — Но хочу заметить, что медицинская справка, она понадобится в любом случае, даже после зачисления, поэтому в любом случае мы своему абитуриенту рекомендуем пройти медицинский осмоток. — Лишним не будет? — Да. — Конечно. А вот многих интересует такой вопрос, попасть на бюджет, сказки какие-то невероятные. Как у вас с этим обстоит, бюджетные места? — Ну, в целом мы имеем бюджетные места. Единственное, сейчас все места, они распределяются на конкурсной основе среди вузов России. Мы в этих конкурсах принимаем участие, мы получаем свою долю бюджетных мест. И из года в год количество бюджетных мест остается где-то на одном уровне, как по программам высшего образования, так и по программам среднего профессионального образования. — А цифры есть какие-то баллы? — В этом году нам выделено 739 бюджетных мест по очной форме и 285 бюджетных мест по заочной форме, по программам высшего образования. По программам среднего профессионального образования 1811 бюджетных мест по очной форме. — Дерзайте, друзья, что тут можно сказать? Давать экзамены хорошо, чтобы поступить на бюджетное место, почему нет? — Ну а вот если баллы, баллы есть какие-то? — Да, то, что касается баллов. Конечно, чем больше баллов наберет абитуриент, тем, конечно, лучше. Потому что можно тогда презентовать на большее количество специальностей. — И потом уже выбирать. — Да, да, и поступить на них, и быть зачисленным. Более того, ВУЗ имеет право принимать или утверждать баллы, с которыми он может подать документы в ВУЗ. И мы чуть-чуть эту планку повысили по сравнению с теми минимальными баллами, которые необходимы для получения аттестата или для того, чтобы получить положительную оценку. И по всем техническим специальностям у нас установлены баллы следующие. По математике 30 баллов, русский и физика 36 баллов, общество знания 42 балла. Но есть две наши такие особые специальности, элитные специальности. Это эксплуатация железных дорог. — Ответственные специальности. — Да, система обеспечения движения поездов, там у нас по математике 36 баллов. То есть, ну, хочу сказать, что мы повысили ненамного, но, тем не менее, это преодолимый порог, который в принципе... — Конечно, пусть стараются, в конце концов, пусть и добиваются такого рейтинга, чтобы можно было выбирать какие-то, я не знаю, уже по себе интересные специальности и направления. — Кстати, о том, что в этом университете, о котором мы сегодня говорим и путешествуем по нему сегодня виртуально, ваши вопросы мы ждем, также 202, 11, 22, очень много талантливых людей, которые занимаются интересными проектами и разной проектной деятельностью. О таком вот интересном энергосберегающем проекте мы сейчас посмотрим небольшой сюжет, а потом вернемся в студию. Идеальный дом, тот, в котором не надо платить за свет и тепло, считают в лаборатории Самарского университета путей сообщения. Шесть лет научные сотрудники трудятся над своим изобретением. Их энергоустановка, диагональная ветротурбина, может позволить производить и потреблять электричество абсолютно бесплатно. Вот это самая электрогенераторная установка, разработанная у нас в университете. При воздействии ветра на лопасти они приходят в движение, вырабатывается электроэнергия, которая передается на нагрузку, установленную у нас в лаборатории внизу. Это экспериментальный образец. Производят всего один киловатт электроэнергии в час. Также установка способна накапливать энергию ветра и снабжать здание током даже в штиль. Предприниматель Тимофей Корягин представил городским властям проект, по которому с помощью подобных агрегатов можно освещать городские улицы. И не только. Первая группа клиентов это сотовые операторы. То есть те мачты, которые они сейчас используют для третрансляции своего сигнала, их же можно использовать в качестве мачты для установки нашей ветротурбины. Вторая очередь это девелоперы-строители, те, которые занимаются не просто строительством, но еще и эксплуатацией своих же зданий. То есть для них важно будет сэкономить, уменьшить себестоимость проживания. Для многоэтажки это освещение придомовых территорий, освещение подъездов. Для операторов сотовой связи электроснабжение передатчиков, электроснабжение вспомогательных бытовых нужд. Мощность установки, проектируемой, должна составить 2-3 киловатта электрической энергии. Ну и в перспективе при увеличении габаритов эта мощность можно увеличить до 5 киловатт. В перспективе разработчики хотят снабдить своей установкой коттеджные поселки, предприятия и высотные жилые дома. Зачем платить, если можно получать электричество за счет неиссякаемых ресурсов, таких как ветер? Что ж, мы говорим сегодня про Самарский государственный университет путей сообщения. 202 в 11.22, телефон прямого эфира. Звоните нам, задавайте свои вопросы. Но мы продолжаем беседовать и рассказывать вам о том, как поступить в этот университет. И если вдруг вы как раз таки заканчиваете техникум в этом году, может быть для вас это будет актуальной информацией. Александр Михайлович, расскажите, вот человек заканчивает техникум. Ваш или не ваш? Каковы его условия поступления? Ну, в составе нашего университета 9 техникумов. И, конечно, значительная часть поступающих это лица, имеющие среднепрессиональное образование. И для такой категории граждан есть небольшие отличия. Это в принципе не важно, это или наш техникум, или какой-то другой техникум. Идете на встречу, хорошо, поддерживайте. Главное наличие среднепрессионального образования или до вступления в силу закона образования в Российской Федерации был еще такой уровень, как начальное профессиональное образование. В принципе, это тоже профессиональное образование. Поэтому данная категория граждан могут поступать к нам по нашим внутренним экзаменам. По сути, лица, которые имеют среднепрессиональное образование, могут самостоятельно выбрать или сдавать им единый государственный экзамен. И, в принципе, времени осталось не так мало, потому что до 1 марта необходимо подать необходимое заявление. Либо поступать по нашим внутренним экзаменам. Поскольку конкурс у нас проводится один, как и что для школьников, что для выпускников техников, поэтому для технорей, я выражусь так, предусмотрены те же самые вступительные испытания русские, математика, физика или же общество знания. И для них также действуют те же самые минимальные баллы, которые мы установили. Конечно, пусть тоже, я повторюсь, надо стараться, стараться, чтобы поступить, потому что, ну, потом, чтобы гордо говорить, что ты студент, и что ты как-то вот обучаешься в данном университете. А вот если человек 9 классов закончил, для него какие-то есть у вас проекты? Двери в наш университет открыты, потому что мы реализуем программы среднепрессионального образования. Поэтому выпускник 9-летней школы также может поступить к нам в университет, но только на программы среднепрессионального образования. И мы, в принципе, получается, реализуем цикл непрерывного образования, поступая в техникум, уже поступает к нам в университет. А потом еще и в астрантуре идет, а потом куда-нибудь еще и на практику отправляются и остаются, и закрепляются. Тем более, что в техникум поступают по результатам своения образовательной программы, никакие вступительные испытания не предусмотрены и поступают по аттестату, по среднему баллу аттестата. Конкурс присутствует, но, тем не менее, сам факт того, что не надо сдавать никаких экзаменов, сейчас очень привлекателен для абитуриентов и наполняемость наших техникумов очень даже приличная. Ну, а тут все-таки решил немножко, ну, не скажу, что полениться, но сдать только русский математику, да? Вот третий экзамен какое-то общество знания или физику не сдал человек. Что вот вы предлагаете ему? Ну, такая тенденция была. Сейчас все вузы, не только мы проводим работу с абитуриентами, проводим профориционную работу. И говорим абитуриентам, что двух экзаменов для поступления в вуз недостаточно. Это только прямая дорога в техникум. Многие так и поступают, да, где-то неправильно донесли информацию в школе, где-то сам упустил что-то абитуриент. Но бывают такие случаи, да, это обидные случаи, что закончил 11 классов и вдруг издал математику и русский на положительные оценки. Может быть, даже на хорошие оценки. Да, на хорошие баллы, и тут получается, что для высшего образования, чтобы получить высшее образование, этого недостаточно. И мы предлагаем в этом случае поступить в техникум, в наш, допустим, техникум, чтобы год не терять. Закончить техникум. И потом уже, или же на следующий год пересдать, доздать единый государственный экзамен, либо закончить техникум и пробовать поступить на программы высшего образования к нам в вуз. И это... Это хорошая возможность, да, вы сказали. Да, возможность хорошая. Не терять год. Многие этой возможностью пользуются и поступают. Не терять год, а как-то, может быть, подтянуть, да, свои знания какие-то. Да, да. Тем более, что, если не сдали, допустим, третий экзамен, как правило, физик или общество знаний, это же не значит, что в следующем году, вот год будет потерян, и в следующем году абитуриент обязательно его переиздаст. Может быть, он провалит этот экзамен. И не всю же жизнь ходить без образования. Поэтому по ступенькам осваивать профессиональное образование. Сначала закончить техникум, потом закончить вуз, поступить в аспирантуру или уйти на производство. Вариантов предостаточно, мне кажется. Да, вариантов очень много. Самое главное, что вся эта информация есть и на сайте, и я думаю, что, если вы обратитесь в приемную комиссию, вам тоже подробные какие-то консультации предоставят. А день открытых дверей у вас планируется в ближайшее время? Безусловно. Мы в этом учебном году провели уже два дня открытых дверей. Что вот на них там происходит, полезного, нужного? Ну, на днях открытых дверей мы традиционно рассказываем о правилах приема в университет, об особенностях реализации основных образовательных программ нашего вуза, о тех возможностях, которые абитуриент получает, придя к нам в университет. Рассказываем историю вуза и, конечно же, показываем номера нашей художественной самодеятельности. Наши обучающиеся выступают со своими номерами, показывая свои таланты, ну и разряжая тем самым обстановку вот этого, может быть, дня, вот этих мероприятий, дней открытых дверей. Потому что важен дух, когда абитуриент заходит, он должен понять, его это вуз, не его, и либо зацепит, либо нет, и студенты, и весь этот материал, который вы тоже наверняка, да, раздаете, и всю полезную информацию, которую можно получить, и еще и талантливая молодежь при этом. Безусловно. Тем более, что нам есть что показать, ведь у нас и музей железнодорожной техники, и наш полигон, бывает проводим большие одни открытых дверей, где организуем экскурсию по нашему университетскому комплексу, и во всей красе показываем. Вообще надо отметить, что понятие клиента ориентированность для нас не пустой звук, мы прекрасно понимаем, мы молодой вуз в масштабе Самарской области, но при этом мы молодой вуз с богатой историей, и готовы реагировать на те пожелания, которые будут у абитуриентов, у их родителей, у обучающихся. У нас налажена система обратной связи в университете, действует система обратной связи, где обучающиеся, их родители могут задать вопрос ректору, получить ответ. Естественно, будет реакция на их вопросы, тем самым мы подстраиваемся под те процессы, которые идут в общество. Мы уж тут говорили про талантливую молодежь. Здорово, когда есть участвующие в студвеснах, и в всяческих мероприятиях, и в КВН, и в стройотрядах. Павел Александрович, ну расскажите, чем богаты? Ну, талантливая молодежь, такое понятие достаточно емкое, но нам кажется, что вся молодежь талантливая, поэтому мы стараемся из, скажем так, этого принципа и исходить. Ну, таланты молодежь проявляет не только на студвеснах, в КВН, в спортивных каких-то своих достижениях, а еще есть и обучение, и наука. И вот проектная деятельность, да. Говоря о науке, можно отметить то, что в университете активно действуют и развиваются кружки, так называемые научные, студенческие научные кружки, такие научные сообщества, в которых существует руководитель из числа студентов, безусловно, наставником является преподаватель. И своим каким-то таким вот студенческим небольшим звеном они решают какие-то актуальные научные проблемы. Возможно, где-то использую такой, так называемый, молодежный креативный подход, который позволяет, казалось бы, обычные вещи решить какими-то способами нестандартными, да. И получается достаточно интересный отчет, интересный. Это вот ваш проект энергосбережения. Казалось бы, университет, пути и сообщения. А задумались про энергосбережения. Мифы и какие-то такие стереотипы не должны, мне кажется, быть. Люди занимаются разной деятельностью, не только на железной дороге, а везде применяются. Конечно. Кроме того, мы являемся участниками проекта «Темпус», международного проекта, в котором участвуют... Основным координатором выступает Германия, Дрезденский технический университет, университет Словении, университет Словакии, входит туда университет Польши и ряд российских университетов. Это Уральский университет путей сообщения. То есть дружите. Да, мы очень дружим. Обмен премудростями у вас происходит. Конечно. И в рамках подобных международных проектов также студенты принимают активное участие в рамках той же студенческой кружковой работы. Наверное, еще конференции какие-то происходят. Да, и студенты, обучающиеся, имеют возможность посетить вузы наши партнеры, в том числе выехать за рубеж и пройти там стажировку. В настоящий момент несколько наших обучающихся проходят стажировку, в том числе в Германии, в других университетах. И мы предоставляем самые широкие возможности для наших обучающихся, для того, чтобы они могли по максимуму раскрыть свои таланты. А приезжает ли к нам кто-нибудь? Безусловно. Не так давно мы принимали очень крупную делегацию из Германии, из других стран. И мы активно сотрудничаем на международном рынке образовательных услуг. В настоящий момент у нас активно развиваются сетевые формы обучения. Это та ситуация, когда обучающийся может какой-то курс, какой-то семестр, в том числе и пройти обучение в другом университете. И не обязательно это будет университет в Российской Федерации. Это может быть университет «Наш партнер» из числа вот тех стран, про которые сказал мой коллега Павел Александрович. Это могут быть другие университеты. То есть мы активно реагируем на потребности отрасли. Мы динамично развивающаяся образовательная организация. И еще раз повторюсь, клиентоориентированность для нас это не пустой звук. То есть на международный уровень вы ходите уже. Да. Это очень здорово. Наверняка и с иностранными языками у вас тоже нет проблем. Есть дополнительное образование по иностранному? Безусловно, есть курсы иностранного языка, где обучающиеся могут получить образование. Профокоммуникация, так называемая. Конечно, конечно. Дополнительная квалификация переводчик в сфере персональной коммуникации. То есть студент, обучаясь по основной образовательной программе, имеет возможность освоить дополнительную программу и на выходе получить два диплома. Первый диплом по своей основной специальности и второй диплом о том, что он является переводчиком. Ну и, соответственно, уже куда дальше дорога-то. Конечно, тем больше, что сейчас наш партнер не так давно анонсировал о том, что знание английского или зарубежного языка будет определенно преимущественно в карьерном росте. Поэтому это достаточно важно. Пусть русский тоже учит, приезжая к нам на стажировку. Ну, это хорошо. Университет есть, техникум есть, обучающий 25 тысяч человек есть, выпускники тысячи людей. Многие родители задаются вопросом, да и сами абитуриенты. Ну вот я закончу вуз, и куда дальше? А будет ли у меня работа? Буду ли я востребован, трудоустроен? Вот вы наверняка эту проблему поднимаете, как тоже это решаете. Да, безусловно. Вы сказали абсолютно правильно. Сейчас, поскольку горячая пора и пора выбора будущими абитуриентами университетов, институтов, куда поступать, об этом многие задумываются. Поэтому очень важным фактором при выборе высшего учебного заведения, конечно же, является, возможно, его трудоустройство после окончания университета. У нас в университете эта задача решается наряду с другими задачами, является одной из важнейших. Традиционно весной каждого года у нас проходит распределение наших выпускников. Съезжаются работодатели от наших партнеров. В первую очередь, это, конечно же, предприятия железнодорожного транспорта. Это Куйбышевская дорога, Южноуральская, Юго-Восточная, Горьковская, на которых будущие работодатели подбирают себе работников. И мы таким образом трудоустраиваем наших обучающихся еще на этапе пятого курса. И на сегодняшний момент реализуется концепция, когда уже студенту третьего-четвертого курса мы можем предварительно сказать и показать его будущее место работы. А поскольку железнодорожная отрасль – это одна из стабильно развивающихся отраслей нашей экономики, то, в общем-то, воротами своего рода такими для трудоустройства на железную дорогу является как раз наш университет. Кроме того, мы сотрудничаем еще и с крупными предприятиями промышленности. Очень многие наши выпускники трудоустраиваются на предприятиях промышленности и на предприятиях экономического блока. Это, в первую очередь, конечно же, выпускники наших специальностей, экономических наших специальностей. Вот. И должен отметить, что показывают очень хорошие результаты, выполняя, исправляясь те непростые подчас задачи, которые ставит перед ними время и предприятие. Ну, друзья, я надеюсь, что тут более чем исчерпывающий ответ. Есть куда стремиться, есть где работать, и главное, что работа-то есть. Железные дороги пока, слава богу, стоят, пока они нашу большую территорию охватывают, мне кажется, работа всегда найдется. Алексей Михайлович, есть ли дата ближайшего мероприятия по Дню открытых дверей? Мы планируем провести Дню открытых дверей в конце марта. Информация будет размещена на официальном сайте в средствах массовой информации, поэтому необходимо периодически заглядывать к нам на страничку. У вас очень хорошая группа ВКонтакте. Вы активно ее развиваете, видите, да. У нас много талантливых и таких активных студентов, которые ведут эту группу, и, между прочим, много абитуриентов, то есть еще не являясь студентами, многие вступают в эту группу, задают уже, да, задают вопросы, интересуются о том, как поступить в университет. Причем общается, ведь ответ можно получить не только от нас, да, и наши студенты могут, кто, если не студент, расскажет об условиях обучения в ВУЗе. Конечно, тут уже получается такая обратная связь очень хорошая. Ну вот так мы виртуально сегодня прогулялись по Самарскому государственному университету путей сообщения. Берите на заметку, ну а наш цикл таких программ продолжается, и будем вас знакомить обязательно с лучшими учебными заведениями Самары. Вам большое спасибо, успехов, ну а вам, друзья, хороших выходных. До встречи.